И сегодня же в Израиле прошла новая волна арестов в рамках расследования дела о коррупции. В числе более чем 20 задержанных несколько членов партии «Наш Дом – Израиль» – министра иностранных дел Авиктора Либермана. Арестована и дочь замминистра внутренних дел Израиля Фаины Киршенбаум. Следствие подозревает задержанных в причастности к взяточничеству и мошенничеству. Последние данные мы узнаем у моего израильского коллеги Евгения Савы. Женя, приветствую. Приветствую вас, Валерий. Безусловно, это дело уже называют самым громким коррупционным скандалом в истории страны. Вот так, ни много ни мало, более 30 человек были задержаны, я напомню, в среду. А сегодня некоторые из фигурантов в этом деле продолжают оставаться под арестом. Надо сказать, что вчера поздно ночью, в ночь со среды на четверг, суд в городе Решен-Лицион, это чуть южнее Тель-Авива, буквально в таком авральном режиме продлевал запрос полиции об аресте. И несколько фигурантов продолжает оставаться в камерах предварительного заключения, в том числе, например, бывший министр туризма, один из бывших лидеров партии «Наш Дом Израиль» Стас Месежников. Фаина Киршенбаум, заместитель министра внутренних дел, продолжает находиться на свободе. Она, как депутат КНЕС, это имеет неприкосновенность, однако ее дочь находится именно в камере предварительного заключения. И сегодня же суд протлил ее арест до воскресенья. Но, вы знаете, я хочу вам просто показать одну из газет страны, это «Истраль Айом». Вот буквально все центральные полосы газет, не только этой газеты, да и всех ведущих газет Израиля, говорят лишь об этом громком коррупционном скандале. Вот, например, отчетливо можно видеть список людей, которые задержаны по этому громкому делу. Здесь и чиновники партии «Наш Дом Израиль», и, как я уже отметил, и Киршенбаум, и Стас Месежников. И некоторые главы местных советов, все они подозреваются как в получении, так и в даче взятки. Некоторые из них подозреваются в отмывании капитала. Лица очень известные, причем многие из них это выходцы из бывшего Советского Союза. И надо сказать, что в партии «Наш Дом Израиль» очень четко реагируют на это. Там говорят, что речь идет о политическом преследовании со стороны полиции. И каждый раз, когда партия «Наш Дом Израиль» идет на выборы, полиция пытается сшить, что называется, ей дело. По крайней мере, это реакция самого Либермана и реакция всех ведущих руководителей партии «Наш Дом Израиль». Насколько это дело является политическим, можно будет сказать лишь только на следующей неделе, когда, собственно, закончится вот эта фаза ареста. Я напомню, арест некоторых из них длится несколько дней. Только тогда полиция должна будет сказать, будут ли поданы обвинительные заключения, либо фигуранты в этом деле будут отпущены под домашний арест, возможно, и на свободу. И только тогда будет понятно, насколько серьезным является этот коррупционный скандал, который, я еще раз подчеркиваю, уже успели в Израиле назвать самым громким в истории еврейского государства. Валерий? Спасибо, Женя. Это был Евгений Сова из Израиля.